О готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду говорили в мэрии Махачкалы на совещании под руководством главы города Исупа Умавова. Мэр напомнил коллегам, что вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду Махачкалы стоит на контроле у руководства республики. Он также отметил, что основная проблема – это изношенные сети. Также Исуп Умавов затронул вопрос своевременной оплаты за потребленную коммунальную услугу. Самой значимой проблемой является, конечно, изношенность сетей, которые из года в год мы переносим, говорим, что есть проблемы, изношенные сети. И по этим проблемам у нас движение есть, но так темпы не чувствуем, потому что и масштабы растут в потреблении. Поэтому нужно будет здесь нам и эти какие-то проблемы снять и поговорить о том, как мы сегодня готовы к осеннему периоду, к зимнему периоду. На каком уровне мы находимся, чтобы люди тоже понимали, что надо за потребленную энергию любые энергоресурсы платить. Если не будем платить, соответственно, у них возникает вопрос о том, нужно ли нам инвестировать на их объекты, чтобы мы как бы улучшили свою мощность, своих наших трансформаторных постанций, увеличили мощность для того, чтобы наши потребители могли получать достаточное количество электроэнергию, достаточное количество газовое обеспечение, чтобы было, потому что уже представители правительства неоднократно вопрос поднимают. И поднимали вопрос, когда глава республики при обсуждении Совета Федерации тоже вопрос так скользко был поднят, о том, что Дагестан не платит за потребленную электроэнергию. Представители ресурсоснабжающих компаний доложили о своей работе по подготовке к зиме, о состоянии электрических сетей Махачкалы рассказал главный инженер филиала Пау-Россети Северный Кавказ Дагенерго Андрей Калаушин. По его словам, уже установлен трансформатор 25 мегаватт на подстанции Махачкала-110. Кроме того, идет плановая работа по замене электрических линий и ремонт трансформаторных подстанций. До конца года планируется провести ремонт на 22 фидерах. Работают специалисты из других филиалов. Одновременно при проведении ремонта планируется вводить временное ограничение электроснабжения, но по некоторым локациям будут задействованы передвижные трансформаторы. Со слов главного инженера, готовность Россети к осенне-зимнему периоду составляет 68%. Махачкалынские дворсети выполняют эти замечания и будут готовы к прохождению осенне-зимнего максимума. Для электроснабжения города Махачкалы установлены дополнительные БКТП 15 штук, подключены к этим БКТП кабели 0,4 кВт. Также для улучшения электроснабжения города Махачкалы выполнены за 2023 год краткосрочные мероприятия, которые были намечены для снятия нагрузок с ряда центров питания. Заместитель начальника отдела энергетического надзора за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора Рафик Алиев сообщил, что на конец недели в рамках планируется контрольная проверка объектов ЖКХ и, исходя из проверки, будет дана оценка готовности кампании. В конце встречи ИСУП Умавов поблагодарил участников совещания и напомнил по каждому озвученному проблемному вопросу отчитаться о проделанной работе к следующему заседанию. Также в ходе заседания штабу были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.